Всем привет! Это программа Дополнительное время. Я ее ведущий Кирилл Васенин. Подошла к концу не только рабочей, но и спортивной недели. Подходит к концу 2017 год. Давайте вместе вспоминать лучшие моменты, имена спортсменов и победный счет. Поехали! Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам определил состав национальной команды на престижную многодневную лыжную гонку «Турдески», который пройдет с 30 декабря по 7 января на трассах Германии, Швейцарии и Италии. Спортсменам предстоит выйти на 7 стартов за 9 дней. В число 17 лыжников, которые выступят под российским флагом, вошла и выпускница с дюшер-атом Анастасия Седова. Стало известно, что наши лёгкоатлеты снова собрали урожай наград. 20 декабря в Дзержинске закончилось первенство в Нижегородской области по лёгкоатлетике среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. Сыровчане выиграли 9 наград. Павел Жарков завоевал первое место в прыжках в длину, второе место в тройном прыжке. Валерия Борисова выиграла за бегом 400 метров и стала второй в беге на 800. Евгений Иришев пробежал 200 метров с первым результатом и с третьим 60 метров. Никита Терентьев завоевал серебро на дистанции 2000 метров. Команда мальчиков в составе Павла Жаркова, Владимира Бобера, Ильи Зубанкова, Павла Резяпова в эстафете 4 по 200 метров заняла второе место. Команда девочек в составе Валерии Борисовой, Дарьи Пивкиной, Любови Хохловой, Евгений Иришевой в эстафете 4 по 200 поднялась на третью ступень пьедестала почёта. Уже 26 декабря там же в Держинске закончилось первенство Нижегородской области по лёгкой атлетике среди спортсменов, но уже 2001-2002 годов рождения. Воспитанники Дюшикар в очередной раз собрали комплект наград. Павел Жарков и Александр Аверина завоевали серебряные медали в тройном прыжке. Мария Девяткина серебро на 60 метрах, Валерия Борисова серебро на 400 метрах и бронзу на 800 метрах. Евгения Иришева заняла третье место на 200 метрах и на 400 метрах. Иван Гавриков второе место на 800 метрах и третье место на 400 метрах. Команда девочек в составе Аверина Александры, Борисова и Валерия, Девяткиной Мария и Иришева Евгения в эстафете 4 по 200 стали победительницами. В конце года, когда срочные дела все сделаны, у родителей наконец-то появилось время, чтобы отправиться позаниматься спортом со своими детьми. Ну, например, пойти вместе в Ледовый дворец, чтобы прокатиться на коньках. Павел Дудин пришёл на каток со своим отцом. Поэтому мне с ним увидеться, это особенно каком-то мероприятии, которым можно побегать, поразвлекаться, как-то посмеяться. Это, наверное, одно из самых счастливых, что может быть. Отец Павла, как оказалось, тоже рад возможности позаниматься спортом не в одиночестве. Это в первую очередь важно для семьи в преддверии новогодних праздников. Всё время проводить вместе с семьёй и на таких хороших мероприятиях, как вот это. Всего на каток в тот вечер пришло более 400 человек. Массовый спорт – это очень хорошо. В юниоре прошли традиционные предновогодние соревнования по пауэрлифтингу. А точнее соревновались более трёх десятков человек в жиме штанги лёжа. Один из участников этих соревнований имеет за плечами 20-летний стаж в этом виде спорта. В 2004 году матер спорта выполнил в первом городе. Я в категории 83 выступаю. Начинал, конечно, я вообще 52 килограмм, когда начал. Был худенький, маленький. Ну, потом подрос. Так что вот стремимся к новым вершинам. Организаторы соревнований признались в том, что любителей этого направления в городе предостаточно. Но многие стесняются выступить на соревнованиях. Спортмены, дерзайте! Я уверен, что у вас всё получится. Приятная новость с выездных соревнований по баскетболу. В открытом турнире по баскетболу среди юношей 2001 года рождения и моложе, который проходил 19 и 20 декабря в Саранске, команда юноши Дюшикар заняла первое место. В минувшие выходные в Сарове прошли первые домашние игры чемпионата области по баскетболу на площадке. Честь города отстаивали юноши Дюшикар и мужчины БК Атом. В субботу Атом сошёлся в поединке с командой с Дюшор 7 из Нижнего Новгорода. Эта встреча для ребят была принципиальная и они сделали для победы всё. 83-70 итоговый счёт от Абло. Победа за нашими баскетболистами. Самым результативным игроком стал Александр Баринов. На его счету 23 очка. Своими впечатлениями от встречи поделились игроки. Главное, мне кажется, наверное, дружба в коллективе. Мне кажется, это главное. Потому что у нас командная игра. Если не будет команды, не будет игры. А 24 декабря наша команда одержала победу над Северной долиной Шахуни 95-77. 24 декабря в Нижнем Новгороде прошли чемпионат и первенство по кикбоксингу. Новогодний фестиваль. Воспитанники Дюшикар и тренеры-преподаватели Виктора Шлипугина удачно выступили и были на высоте. Завоевали следующие места. На прошлой неделе из Нижнего Новгорода с отличным результатом вернулись и спортсмены отделение прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. В личном зачете, выступая в программе первого разряда, среди юношей 9-10 лет, первое место у Ярослава Харитонова, второе место у Евгения Кулькова, третье место у Владислава Емельянова. Среди девушек 9-10 лет, первое место у Виктории Епишиной, среди юношей 11-12 лет, первое место у Александра Вострецова, среди девушек 11-12 лет, первое место у Галины Сметаниной, второе место у Ирины Тимониной, третье место у Анжелики Григорьевой. По программе КМС среди юношей 13-14 лет, второе место у Ярослава Ермакова, среди девушек 13-14 лет, второе место у Василины Цветковой. По программе Мастер Спорта среди юношей 15-16 лет, третье место у Мишины Василия. В командном зачете и девушки, и юноши взяли первые места. И вот что нам рассказали тренеры и спортсмены. Больше за команду, как переживали. Поэтому немножко опускали комбинации, послабее делали, ну, чтобы не упасть или чтобы командой хорошо выступить. Нельзя подводить команде и стараемся выкидывать такие сложные элементы, ненадежные такие. ХК Саров Инвест в чемпионате Нижегородской области продолжает громить соперников с двузначным счетом на табло. Очередные оппоненты из Арзамаса ощутили на себе всю мощь наших ребят. Уверенная и лидирующая позиция в турнирной таблице чемпионата области – ни одного поражения за 7 туров и отрыв от второго места на целых 6 очков. Хоккейный клуб Саров Инвест продолжает победную серию и обыгрывает на своем льду очередного соперника. Как говорится, дома и стены помогают. Болельщики на трибунах держат кулачки и поддерживают своих спортсменов. Молодцы ребята. Нам бабушки очень нравятся. Играют замечательно. Самоотверженно. Молодцы, молодцы. Сегодня очень хорошо играют. Ой, как грустно. Впечатления великолепные. Наша команда на высоте. Ребята молодцы. Мы за них болеем, дадим? Да. Мы желаем. И вот самое главное – без травм. Мы вас любим, ребята. Вместе играет молодой человек. Они молодцы. Они и на выездах очень хорошо справляются, как показывают результаты. Мужчины они и на льду мужчины. Именно поэтому болельщица не пропускает ни одной игры и особенно трепетно наблюдает за нападающим под номером 44, который в этом матче оформил дубль в ворота соперника. Мы играем дома. Конечно, это приятно, когда такая нас окружает поддержка. И там девушка моя поддерживает, бабушки, дедушки, родители все. Это очень приятно. И это помогает нам. Уже с первых минут встречи нашим спортсменам удалось взять инициативу в свои руки и поставить соперника в роль догоняющего. В первом периоде игроки команды «Саров Инвест» забили четыре шайбы, оставив свои ворота в неприкосновенности. С соперника я не сказал бы, что очень сильный, но все равно кусается. Никому не охота проигрывать, я не просто так еду сюда. Во втором периоде в ворота хозяев поля все-таки влетела одна шайба. Но в ответ наши хоккеисты забили еще четыре гола. На перерыв игроки ушли со счетом 7-1 в пользу ХК «Саров Инвест». В третьем отрезке игры спортсмены из Арзамаса попытались дать отпор и отыграться, но безрезультатно. Итоговый счет на табло 15-4 в пользу саровчан. Следующую домашнюю игру наши ребята проведут 30 декабря. А в новогодние праздники 4 и 6 января. Начало встреч в 13.00. Все новогодние каникулы есть, где активно провести время и позаниматься спортом как всей семьей, так и в горном одиночестве. Для всех желающих открыла свои двери горнолыжная база на горе Глубокой. Прокат лыж, сноубордов, обучение и подъемник в наличии. Хорошее настроение от катания вам будет обеспечено. В эти выходные уже можно отправляться на самый большой каток ПФО. Свежий воздух, звуковое сопровождение, горячий чай и отличная компания будут непременно. Уже вовсю работает прокат зимнего инвентаря на лыжной базе. Ватрушки, лыжи по демократичным ценам можно получить каждый день праздники. Освещение работает до 8 вечера. На этом все. Актуальные спортивные новости нашего города смотрите в программе «Дополнительное время». Всех с наступающим Новым Годом! Всем побед! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!